Смена у сотрудников штаба по борьбе с коронавирусом длится 12 часов, но и после нее никто не забывает о работе. Они постоянно следят за изменениями в статистике заболевших, отмечают каждый новый случай. Для общества пандемия давно стала привычной реальностью, но специалисты оперштаба так и не научились относиться к работе проще. Спокойно не стало. Как она была тогда нервная работа, так и сейчас осталась. Стоилась разница, что, наверное, более подготовлены стали специалисты колл-центра. Потому что раньше, допустим, я как заместитель руководителя оперативной группы, у меня в руке постоянно была трубка и постоянно были звонки. Сейчас количество звонков стало гораздо меньше. Сегодня губернатор Мурманской области наградил 10 сотрудников колл-центра. С начала пандемии каждый из них помог тысячам людей. Их работа не закончится, пока коронавирус окончательно не исчезнет в регионе. Спасибо за то, что сделано. Ну и, конечно, очень рассчитываю, надеюсь, на то, что с учетом пройденного опыта, пройденного пути, мы станем еще более эффективнее, методичнее. Созданный в январе оперштаб снял дополнительную нагрузку с системой 112. Именно она обычно принимает звонки от северян с просьбами о помощи. 50-100 звонков для оператора – ежедневная норма. Анастасия Пипова работает в центре 4 месяца. Она говорит, тяжело постоянно слышать о чужих горестях и бедствиях. Девушку поддерживает мысль о том, что к каждому человеку она может скорее направить специалистов. Порой бывают очень такие сложные ситуации, где требуется помощь многих, очень многих служб, в том числе и антитеррор, и полиция, и скорая помощь. Порой все службы выезжают на место происшествия, но мы справляемся. Служба действует оперативно и в основном все ситуации разрешаются весьма благоприятным способом. Центр 112 пока тестируется. Специалисты учатся хранить и систематизировать информацию, уменьшать время реагирования на вызов. Система 112 – это первый шаг. Мы запускаем, готовимся к запуску Центра управления регионом. И все, что касается 112, системы видеонаблюдения, фото-видеофиксации, вот блок, связанный с безопасным городом, как раз он будет вся эта, значит, инструментарий будет находиться здесь. По словам губернатора, такое объединение сетей сделает регион более контролируемым и безопасным. Окончательно наладить систему 112 и запустить другие сервисы планируют к концу нынешнего года. Александра Клепцова, Александр Саницкий, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин